Друзья мои, мы движемся опять по улице Приморской Сейчас я еду после работы в село Хвалынка на огород Нужно забрать своих Они сегодня утром уехали на огород, поработали А у меня рабочий день И после работы они мне уже позвонили, что готовы ехать домой Так что я еду за ними забирать Только что отработал Одну машину поставил в гараж рабочую На свое сел и мы движемся в Хвалынку Но саму Хвалынку я показывать не буду Я хочу показать, у меня была просьба после видео, которое вышло про 6 километр Один подписчик попросил показать, стоит ли там самолет на 6 километре или нет Но он там стоит И что самое главное, человек написал, что он принимал участие, чтобы установить этот самолет на постамент Поэтому мы заедем сейчас, если сможем, покажем Это будет даже, наверное, интересно Посмотреть этому человеку, что самолет Он давно уже в Спасске не живет Но ему хочется посмотреть По-моему, он живет в Воронеже, если я не ошибаюсь Вроде так писал Сейчас мы поедем, покажем Ну, а вы посмотрите Ну, так что давайте Сегодня садитесь, устраивайтесь поудобнее Как говорится, наливайте чай И смотрите видео Так, милиция стоит, я убираю Мы проехали госавтоинспекцию Продолжаем смотреть Дорога идет Владивосток-Хабаровск Мы едем в сторону Хабаровска Но Доедем только до 6 километра, покажем А потом в хулынку Что-то отвлекся Какая-то тема хотел рассказать Ну, милиция меня перебила ДПС Ну, ничего Вспомню, расскажу в следующий раз Так что давайте будем смотреть Продолжать Опять ставим лайки Дизлайки Кому как Утром еще был дождик А посмотрите, какая погода К вечеру все распогодилось И немножко стало тепло Сейчас скажу температуру Ну, 19 градусов сегодня всего Не так много Днем было вообще 13-14 Даже было свежо Я ходил в куртке Ну, а сейчас 19, нормально уже Живем Так, вот мы проезжаем возле Аэродрома Хулынского Будет с левой стороны Как мы едем А справа сейчас будет гарнизон Что я вам показывал Шестой километр Ну, вот уже немножечко Он показалось Мы движемся Сбрасываем скорость Здесь стоят камеры Вот Наблюдение За автомобилями Торопиться нельзя Так, сейчас мы повернем На шестой километр Опять И вот там я уже вижу Вдалеке стоит самолет Миг Не знаю какой 17-15 Точно не скажу Сейчас уже не знаю Детвора гуляет Вот на шестом километре Мы поворачиваем В эту сторону Проедем Вот Кто просил Давайте посмотрим Дорога также и осталась Человек там прогуливает Собачку Похоже Свою А мы снимем Самолет А мы снимем Самолет Посмотрим Ну вот Сейчас мы выйдем С автомобиля И покажем Пойдем Прочитаем Так вот Шестой километр Здесь что-то даже Отремонтировали вроде А вот он Самолет Стоит Пойдемте Прочитаем Что там написано Память летчикам Истребителям Погибшим в годы Великой Отечественной войны 41-45 год Вот так вот Товарищи Сейчас мы отойдем В сторону Сейчас еще Близко Нужно немножечко Дальше отойти И снимем Этот самолет Покажем Ну вот Как писал подписчик Он его Участвовал В постановлении Этого самолета Вот мы и покажем Ну вот такая площадка Здесь Вот следы По-моему Здесь водители Дрифтом Даже занимаются Здесь некоторые Все написали Что-то здесь Ну все Мы движемся дальше Вот как-то так Надеюсь Что просьбу Я выполнил Нашего подписчика Мы выезжаем От этого памятника И движемся Сейчас мы В сторону Села По хвалынке Опять сейчас Сейчас выезжаем На трассу Владивосток Хабаровск Поворачиваем Мы направо Ух ты какой Тут лесовоз идет И движемся Прямо Посмотрите Сколько идет Фур Как работает Трасса Регион 196 196 По нашей трассе Идут со всей страны 125 Это Приморский регион 196 Не помню чей Сюда Москва Сейчас Вовсю ходит Санкт-Петербург 198 177 По-моему Регион 123 Краснодар Все регионы Можно сейчас Встретить Приморском крае Белоруссия Приходит Прямо вообще Что значит Прямая трасса Сейчас у нас Сделана Нормальная дорога И больших грузами Перевозят Практически Все грузы Будем говорить Что на поезде В основном Только везут Нефть Бензин А все продукты И все остальное Везут Автомобильный транспорт Вот сейчас Посмотрим Тоже идет Фура Какой регион У нее 76 Регион Вот понимаете За несколько минут Которых мы приехали Вот смотрите Стоят Отдыхают То же самое 178 Санкт-Петербург Пожалуйста Как я вам говорил Со всей страны Едут на Приморский край Машины И везут Товар Продукцию Так что мы не оторваны Здесь в Приморском крае От запада Будем говорить Так Но всем большое спасибо Кто посмотрел Сегодняшнее видео Сегодня у нас видео будет Про Олега Кашевого Мы будем смотреть Вернее Или посмотрели Уже И вот Шестой километр Самолет Ну а дальше Будем опять снимать Эта неделя Была сильно занята Некогда было Ну а следующую Посмотрим еще Вот опять Сейчас я вам скажу Какие регионы идут 39 регион едет 0.3 регион Это вообще Не помню Чей третий регион Тридцать девятый регион 0.3 Нужно спросить будет Чей это регион 0.3 В гугле Поинтересоваться Ну вот мы повернули Уже в сторону Хабаровска А Прямо была трасса В сторону Арсеньева Дальнегорска Ну а нам сюда Так что Вот такие вот дела Движемся В сторону Как я уже говорил Села Хвалынки Сейчас будет Вот Вылезка Поворот Налево Село Хвалынка Сейчас Доберемся Заберем родственников И поедем домой Отдыхать И пятница У нас сегодня Будет заканчиваться Уже А завтра Выходной Как хорошо Когда выходной Ну всем огромное спасибо Кто смотрел Я очень рад Что вы остаетесь Со мной На нашем канале Сейчас мы едем По улице Краснознаменной И будем поворачивать На улицу Олега Кашевого Была у нас Заявочка Показать Улицу Олега Кашевого Транспорту Как я говорил У нас уже в городе Тоже много Вот так вот Человек Даже видите Нас пропускает Как великолепно Ну вот Повернули На Олега Кашевого Движемся По этой улице Детский сад У нас работает Давайте покажу Здесь уже Выстроены Новые дома У нас Это было По моему Переселение Со старого фонда В новый фонд Людей Вот как-то Так Здесь так и стоит Старое здание Еще японской Постройки Ну а здесь Вот Олега Кашевого По моему 22 Вот Посмотрите Здесь уже Нету здания Было Двухэтажное Здание Сейчас Только можно Увидеть И спорткомплекс Ухремонтированный Тракторный Завод Детский сад Он находится Там Раньше Закрывало Здание Ну это У нас Олега Кашевого 26 Здание Вот тоже Сделано Здание Для переселения Из ветхого Жилья Было сделано Специально Для переселения Людей Вот То же самое Олега Кашевого Этот магазин Как был он раньше Так он и находится Стоит Олега Кашевого Восемнадцать Давайте Заедем Здесь Проедем Посмотрим Видим Машин Во дворах Очень много Стоит У людей Посмотрите Еще утро Народ Не разъезжается Еще Кто-то Еще Даже Отдыхает В дворе Весь Транспорт Находится И это Все Олега Кашевого Здесь номера Не видел Не могу Сказать Тридцать Шесть По-моему Номер Олега Кашевого Тридцать Олега Кашевого Тридцать Шесть Мы сейчас Здесь Развернемся Здесь Улица Небольшая Поэтому Вот Сколько Есть Домов Столько И Есть Там Похоже Олега Кашевого Тридцать Два Ну Как я Говорю Еще утро Транспорт Стоит Народ Отдыхает Только Нам Не спится Получается Так Сейчас Проедем Посмотрим Здесь Еще Вот Посмотрите Тоже Был Раньше Дом Олега Кашевого Все Разобрали Снесли Разровняли Ровная Площадка А Здесь У нас Находится Территория Консервного Раньше Как он Назалось Консервный Завод А здесь Было Предприятие Арго Потом Оно Развалилось И здесь Вот стоит Закрытое Помещение Но сам Консервный Завод С обратной Стороны Еще Находится С улицы Красногвардейской Там Конечно У нас Все Функционирует Пока Еще Ну Ну Вот И Все И Заканчивается Улица Олега Кашевого И Мы Выезжаем На улицу Красногвардейскую И Движемся Заканчивается Начинаются Кооперативные Гаражи Как бы Территория Бывшего Тракторного Завода Ну Ну Мы Едем Дальше Так Получается Что Улица Красногвардейская Плавно Переходит Улицу Горького И Мы Теперь Движемся По улице Горького Здесь Был Раньше Как правильно Сказать Господи Раньше Была Здесь Воинская Часть Считалась 32 Военный Склад Пищевой Склад И Там Была Территория Для Жилья А Сейчас Здесь Ничего Нет Как Мы Можем Наблюдать Ну А здесь Ведутся Постройки Частного Сектора Уже Люди Вот Видите Строят Улучшают Своё Живьё Магазин Любимые Продукты Проехали Это у нас Целая Сеть В городе Предпринимателя Владимира Владимира Косяненко Построены Магазины Любимые Продукты Которые Обеспечивают Город Наполовину Практически Продуктами Как-то Так Ну вот Мы движемся Все на работу Видите Можно сказать В строчечку Едем И не Обгонишь Все Добираются На работу Помимо Вот Общественного Транспорта На чём Люди едут Ещё и Частный транспорт Практически Полный Ну это Вот Наверное Люди едут Наверняка На дачу Почему-то Мне так Кажется В машине У них даже По-моему Собачка Там сидит Едут Наверное На дачку Сезон Огородов Второй день Лето Погода С утра У нас Нормальная Ну С обеда Обещают Опять дождь Но Это Очень Очень Смутно Верится Хотя Как я не раз Уже говорил Дождь Нам Нужен Ну Дождь Нам Нужен Впереди Мы опять Видим Панораму Нашего Старого Цементного Завода Доехали до путепровода И поворачиваем И поворачиваем Направо Прямо у нас Дорога идет На цемзавод А мы едем В город Дорога идет Дорога идет Дорога идет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...